Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Мы были вынуждены вмешаться и сказать, что в данном контексте, в такой работе, такая организация быть не должна. Нас услышали, поддержали. С патриотизмом, но без сепаратизма. В Харькове все же провели военно-тактические соревнования среди студентов. Я вынужден был искать, какие-то уголок себе найти. Обратился я в ворсовет, в квартирную службу ГИАС, чтобы стать на очередь на жилье. Там не отказали, в связи с тем, что я не имею прописки в городе Харькове. Сделать жилье для ветеранов и участников АТО еще доступнее. В Харькове запущена программа с существенной помощью от властей. 16 дней против насилия. Курсы по самообороне для женщин и открытие специального центра помощи жертвам насилия в семье. С патриотизмом, но без сепаратизма. В Харькове все же провели военно-тактические соревнования среди студентов «Огневой рубеж», из-за которых накануне разгорелся скандал. Напомню, активисты выяснили, что обучать харьковских студентов военному делу пригласили одного из лидеров антимайдана. Бег по полосе препятствий, работа с огнестрельным и холодным оружием, инструктаж ветеранов АТО. Накануне в Харькове на базе МВД «Сокольники» все же прошли военно-тактические соревнования среди студентов «Огневой рубеж», из-за которых накануне разгорелся скандал. Выяснилось, что среди организаторов оказался руководитель объединения «Динамо» Виталий Завгородний, который ранее был активным участником антимайдана. Среди городской общественности практически сразу поднялась волна протеста. В соцсетях были продемонстрированы фотографии, на которых Завгородний позирует с Константином Долговым и другими сепаратистскими лидерами. И хотя сам Завгородний отметил, что он никогда не выступал против целостности Украины, от него облгосадминистрации поспешили откреститься. В ХГ отметили, что инициатива проведения соревнований исходила именно от общественного сектора, а облгосадминистрация поддержала лишь саму идею. Если возникают по конкретному случаю, как по общественному организации «Динамо» и конкретному господину Завгороднему с его бэкграундом, который оказался не соответствующим тем течениям, в которых он принимал участие, то, безусловно, на этом этапе администрация была арбитром, просто мы были вынуждены вмешаться и сказать, что в данном контексте, в такой работе, такая организация быть не должна. Нас услышали, поддержали те организаторы, которые в том числе совместно с этой организацией отрабатывали это направление, потому что, еще раз подчеркиваю, со стороны администрации поддерживается именно направление. Впрочем, после того, как Виталий Завгородний и сам заявил о том, что он готов отойти от организации мероприятия, соревнования под свое покровительство взяли ЦК «Азов», «Схидный корпус» и «Союз ветеранов АТО». По словам облвоенкома Юрия Колгушкина, они смогли организовать профессиональных инструкторов и достойно провести соревнования. Студенты заинтересованы в проведении таких мероприятий. Они носят, во-первых, познавательный характер, во-вторых, в обязательном порядке патриотические общения с участниками АТО непосредственно. Поэтому я считаю, что оно должно дальше продолжаться, оно и будет дальше продолжаться. Новые соревнования среди студентов организаторы намерены провести уже весной. В этих же соревнованиях победили студенты из Железнодорожного университета. Антон Сушкин, Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». В Харькове запущена программа, которая даст возможность участникам АТО приобрести собственное жилье с существенной помощью от властей. В Харьковской обл. администрации, говорят, планируют подключить к финансированию программы местные советы, чтобы жилье для атошников стало еще доступнее. Владимир Шевченко – переселенец из Донецка. Когда началась АТО, он вывез жену с тремя детьми на мирную территорию и отправился добровольцем в зону боевых действий, а отвоевав, пошел работать в военкомат. Владимир говорит, что вернувшись из зоны АТО, попытался стать в очередь для получения жилья, но в Горсовете ему отказали, потому что мужчину нет в Харьковской прописке. А с донецким штампом в паспорте очередником он стать не может. Я вынужден был искать какой-то уголок себе найти. Обратился я в Горсовет, в квартирную службу ДЕС, чтобы стать на очередь на жилье. Там не отказали, в связи с тем, что я не имею прописки в городе Харькове. Регистрация та, что у меня есть, которая там, 3-часовая, которая стала уже как бы постинной, уже ее продлевать не надо. Но это не является основанием для постановки на очередь. Получив отказ, Владимир начал искать другой вариант получения жилья и узнал о новой программе облсовета, разработанной совместно с Союзом ветеранов АТО. Она предполагает помощь всем ветеранам АТО, проживающим на территории региона, независимо от того, переселенцы они или уроженцы Харьковской области. Оказывается, помощь в приобретении расчетного квадратного метра жилья в квартирах, в домах вновь построенных и вновь строящихся, а также индивидуальных жилых домов, садовых участков, согласно расчетной градостроительной документации. То есть 40% платит областной бюджет, 60% участник АТО. В Хога планируют выделить на реализацию программы 6,5 миллионов гривен уже 8 декабря на сессии. Власти намерены оплатить некоторые выбранные квартиры в том же месяце, но заселиться новоселы смогут только в январе, когда будут подписаны все бумаги. Шахненко отметил, что квартиры выбираются только у надежных застройщиков по соотношению цена-качество, а в следующем году в программу может быть добавлен и вторичный рынок жилья. Также он призвал оказать помощь местные советы, чтобы ветеранам было еще проще приобрести жилье. Специалист госслужбы по делам ветеранов АТО говорит, что тяжелее всего приходится участникам АТО переселенцам, ведь они, как и Владимир Шевченко, не могут стать на очередь в горсовете, а в других областях программ, подобных Харьковской, пока нет. В нашем случае, когда мы рассчитываем, что наиболее незахищена такая часть участников АТО, которые являются переселенцами и которые не могут стать на квартирный облик, потому что они потеряют материальную помощь за свой статус, они не имеют возможности использоваться такой программой в других областях. Сейчас в списке ХОГА 25 квартир. В будущем планируется помогать участникам АТО в порядке очереди, чтобы каждый мог получить личное жилье. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. В Харькове стартовала акция «16 дней против насилия». Волонтеры и психологи проведут психологические тренинги и мастер-классы по самообороне для женщин. Кроме того, в начале декабря в городе откроется специальный центр помощи жертвам домашнего насилия. Общественники уверены, в Украине недооценивают масштабы проблемы гендерного неравенства и мало уделяют внимания борьбе с насилием в семье. Вопрос насилия, статистики насилия – это скрытый вопрос. Статистика не отражает насилие. Почему? Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, люди не обращаются ни в милицию, ни в органы социальной защиты. Та статистика, которая ведется ластрадой, которая сейчас обеспечивает работу бесперебойной горячей линии, она показывает, что в два-три раза больше звонков и обращений, чем в милицию. Сами женщины говорят. Такая печальная статистика свидетельствует о том, что в Украине необходимо больше внимания уделять вопросам борьбы с насилием в семье. Это касается не только женщин. Физические и психологические травмы получают также дети, немного реже – мужчины. При этом далеко не все готовы приложить собственные усилия по решению этой проблемы. И тут надежды возлагают на политиков. Вообще, в принципе, этого очень много. Много нервов, много переданных реакций. То есть, люди не умеют, нету, у нас вообще, в принципе, нету культуры, как ходить к психологу. У человека есть проблемы. В развитых любых странах люди идут, обращаются, ищут помощи, ищут каким образом отпускать. Они там находят, что они терапевта в себе, я не знаю, психологов, они знают, что делать. Нет. Полностью бесправное государство и в семье тоже полное бесправие. Вообще, я считаю, не усиление там внимания никакого. А как вы считаете, что нужно делать? Вот этого я не знаю. Пусть политики решают. В середине ноября Верховная Рада приняла в первом чтении закон о предотвращении противодействия домашнему насилию. Правда, проголосовали за него всего 238 депутатов. А вот Конвенция Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия была воспринята большинством народных избранников в штыки. Из-за присутствующих там выражений – гендер или сексуальная ориентация. По мнению депутатов, в проекте есть понятия, которые могут не соответствовать моральным ценностям украинцев. Поэтому Конвенцию не ратифицировали, а проект отправили на доработку в Комитет по иностранным делам. Очень высокий градус толерантности к насилию любого рода. Нам с этим нужно работать, и никто как общественная организация не заставит наше Верховную Раду, правительство и всех, кто должен, собственно говоря, обеспечивать нам безопасность жизни в нашей стране, принять Стамбульскую Конвенцию, которую, к сожалению, не приняли. Закон как бы условно написали, вроде бы как его приняли, Стамбульскую Конвенцию не приняли, поэтому насильники не несут пока фактически никакого наказания, как и раньше. В Харькове по инициативе волонтеров и психологов стартовала акция «16 дней против насилия». В ближайшие две недели в городе проведут ряд тренингов, направленных на борьбу с домашним насилием. Это как занятия с психологами, так и специальные курсы по самообороне для женщин. Кроме того, в начале декабря в Харькове откроется «Шелтер» – специальный центр помощи жертвам насилия. Он скоро запустится. Где этот дом? Естественно, никто не будет говорить и знать, потому что так должно быть, чтобы эти женщины или те люди, которые попадут в этот дом, они могли чувствовать свою безопасность. С ними будут работать и психологи, и социальные работники, и устраивать их жизнь в дальнейшую потом. Летом этого года социальные сети буквально взорвались сообщениями женщин с хэштегом «Я не боюсь сказаты», которые рассказывали о том, как были избиты или стали жертвами сексуальных домогательств. Тогда общественники подчеркивали – флешмоб показал реальную масштабность проблемы борьбы с насилием в стране. Согласно исследованиям, которые проводили социологи и психологи, рассказывают волонтеры, насилие происходит в легкой или тяжелой форме в каждой второй украинской семье. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Страшную цену хлеба узнали, будучи детьми. Выжившие свидетели Голодомора вспоминают, как спасались от голодной смерти в 30-х годах прошлого века. Я говорил о новой методике языковой эластографии, которая позволяет с высокой точностью определять повреждения мягких тканей мышц. Создать украинский центр реабилитации спортсменов, по примеру, европейскому. На базе Харьковского медицинского университета работает уникальная клиника. Это, конечно, повод для гордости и уверенности в силе не только галереи ее менеджмента, а в силе и в ресурсах, и в потенциях харьковского искусства, харьковских художников. 20-летие отмечает главная арт-площадка Харькова. Каким был путь становления Харьковской муниципальной галереи? Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. От 3,5 до 7 тысяч умерших от голода в 32-33 годах прошлого века. Специалисты до сих пор расходятся в данных. Такая разница в цифрах связана не только с методиками, которые применяют. Зачастую идентифицировать, от чего умер человек, бывает слишком сложно. Особенно это касается отдаленных сельских районов. Харьковщина, по свидетельству историков, одна из наиболее пострадавших от голода. Завтра харьковчане выйдут на улицы города, чтобы вспомнить жертву голодомора и зажечь свечу. Настоящую цену хлеба Мария Полька узнала еще ребенком. Когда в Черкасский Бешкин Змеевского района пришел голод, ей было всего 7 лет. Но то время она помнит очень хорошо. Рассказывает, люди тогда умирали целыми семьями. Кого-то родные хоронили у себя в саду, а кого-то вывозили на кладбище. Везут бричкою на кладбище, полную горбу, накидали и все. Там увезут деда одного. Так он же еще дышит. Так пока до лезда, он дойдет. Лишилась родных и Мария. От голода умерли ее бабушка, две маленькие сестрички и братик. Голодно было настолько, что детки, рассказывает женщина, даже обкусывали свои пальцы. Вспоминает Мария и случай, о котором слышала тогда. Односельчанин зарезал свою дочь и съел. Видимо, предполагает, женщина из-за голода у него рассудок помутился. Но ледоедство ему не помогло. Вскоре и он скончался. В тот год из Бишкина много детей пропало, говорит Мария. Чтобы спасти своих чад от голода, родители вывозили их из села и подбрасывали в детские дома. Но мать Марии решила дочку оставить. Питались они кашей из засушенных стручков фасоли, которые чудом сохранились на чердаке. Кожуру сушили в духовке, толкли, потом заливали кипятком и ели. Так зиму и провели. Весной было уже легче. Только утро встает, я пошла по горбах. Разные Лопуцки, разные Кропову, это все есть. Весной уже мама поездила в Донець туда. Спичаки, Рогиз, это мы уже зажили. На первом списке стоит Балаклевский район на 1931 год. В районе умерло 1808 человек. Это последний год перед массовым голодом на территории Украины. И резкий скачок смертности 2684 человека. Уже в 1932 году количество жертв превысило 6000 человек. Похожие показатели по всем районам Харьковской области. По статистике немного лучше цифры в районах, расположенных рядом с крупными населенными пунктами. Там крестьяне могли найти хоть какую-то работу и получить хотя бы паёк, рассказывает старший научный сотрудник исторического музея Сергей Денека. В область голод пришел в конце октября 1932-го. И за каких-то три с половиной месяца унес более 25 тысяч человек. Есть, например, данные по Богодуховскому району Харьковской области. Первыми жертвами в этом районе стали дети местного детского дома. Именно дети детдомовцы стали первыми жертвами в Богодуховском районе, первыми жертвами голода. Впоследствии наиболее подвижными были это дети и старики. В 1933-м голод охватил уже все слои населения, говорит Сергей Денека. От истощения к весне в Харьковской области скончалось более 110 тысяч. Вся эта статистика вместе с архивными фото и документами того периода размещена в одном из залов исторического музея. Такую передвижную выставку к Дням памяти жертв голодомора сотрудники готовят каждый год. И говорят, интерес к нему харьковчан не ослабевает. Причем приходят как группами, так и по одному. О необходимости помните страшные события, говорят и на улице. Ну, естественно, нужно помнить, потому что это важно для нравственного воспитания нашего поколения, будущего, теперешнего и так далее. Ну, это большая трагедия. Я себя считаю патриотом Украины, хотя я родилась далеко на Урале, но помнить историю всегда важно. А тем более такие трагические события, потому что это был геноцид против народа. Об этом нужно помнить, потому что тот, кто не знает своей историей, у того нет в будущем. А вы будете принимать завтра участие в каких-то мероприятиях, которые будут проводиться? Участия я не буду принимать, но свечечку поставлю. Те, кто решит почтить память жертв голодомора вместе с остальными харьковчанами, могут завтра принять участие в памятных мероприятиях. В 10 утра колоссия и свечи принесут к монументу жертвам голодомора на окружной. А в пол первого с площади Конституции стартует траурное шествие, которое, пройдя по всему центру, закончится в 16.00 на площади свободы традиционной акции «За полы свечку». Оксана Нечапаренко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Создать украинский центр реабилитации спортсменов, по примеру, европейских коллег. На базе Харьковского медицинского университета работает уникальная клиника, в которой лечат чемпионов и олимпийцев. В Харьковский центр реабилитации «Мастер спорта» шестикратный чемпион мира по боевому самбо Виктор Савинов попал в апреле месяце. Причина – серьезная травма коленного сустава. Мы готовились к чемпионату Европы, и в 100 килограмм первый номер. Я с ним боролся, и он мне сел на ногу, и был хруст, и попал я сюда. После тяжелой травмы ноги у меня была сделана пластика, были оторваны полностью крестообразные связки, где я в балаклее сделал операцию и реабилитацию проходил именно в этом центре. Но уже через несколько недель, говорит спортсмен, доктора поставили его в буквальном смысле слова на ноги. А еще через 4 месяца он смог вернуться к полноценным тренировкам. Украинский центр реабилитации спортсменов функционирует на базе клиники Харьковского медицинского университета. Осознан он по образцу Европейского центра реабилитации спортсменов итальянской клиники «Вилла Стюарт». Мы начали реорганизовываться активно год назад. Буквально в прошлом году в декабре мы съездили к нашим партнерам «Виллу Стюарт». Это одна из ведущих клиник Европы. Там находится Европейский центр реабилитации спортсменов. После этого более 7 человек посетило клинику «Вилла Стюарт» со стажировками. Причем не только врачи, но и старшие медсестры, которые позволяют изменять медицинский сервис. Теперь в центре есть все, чтобы подготовить украинских чемпионов к новым победам. Курлосуточная помощь и консультации, реабилитационные тренажеры, бассейн, спортивный диспансер, современное видеоэндоскопическое оборудование, мультиспиральный компьютерный томограф, позволяющий проводить обследование всех органов и систем организма, физиотерапевтический блок и современное операционное. Мы нашли возможность приобрести сюда оборудование, новые компьютерные томографы, другие, малоинвазивную хирургию. Была сделана операционная, которая сегодня одна из лучших в Украине. Ранее вопрос реабилитации украинских спортсменов стоял более остро, а для эффективного и скорейшего восстановления им приходилось ездить за границу, говорит Владимир Лисовой. Теперь же в этом нет необходимости, уверен медик. За год существования центра восстановления прошли несколько десятков профессиональных спортсменов, футболистов, теннисистов, борцов, пауэрлифтеров, легкоатлетов, в том числе и олимпийцев. Мало кто оказывает комплексную помощь спортсменам с повреждениями. В нашей клинике мы можем осуществлять как реабилитационные мероприятия консервативного характера, так и хирургические вмешательства с последующей реабилитацией, что очень важно для скорейшего возвращения пациента в строй и выполнения своих основных профессиональных деятельностей, то бишь ставить рекорды. Сейчас, говорит Дмитрий Петренко, тут всерьез задумались начать работу с параолимпийцами. Накануне в центре принимали иностранные делегации из Германии и Италии. Во время конференции зарубежные специалисты поделились с харьковскими коллегами опытом, обсудили пути сотрудничества и возможность обмена персонала в будущем. К нам в среднем обращается 50 профессиональных футболистов в течение года, высшей и второй лиги. Лично я поделился своим опытом реабилитации после реконструкции фронтальной крестообразной связки на колени. Я говорил о новой методике языковой эластографии, которая позволяет с высокой точностью определять повреждения мягких тканей мышц. При помощи эластографии мы можем видеть, какие повреждения мышц у спортсменов происходят. Кроме того, доктор Бауэрмайстер пообещал, что со следующим визитом привезет в Харьковский реабилитационный центр свое оборудование, чтобы наши врачи смогли применить полученные знания на практике. Вилен Мода, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости. В этом году свое 20-летие отмечает главная арт-площадка Харькова, как муниципальная галерея открыла многих украинских художников нового поколения. Украинский художник Гамлет Зинковский, известный своими стрит-арт-работами, рассказывает. Его творческий путь начался еще в детстве, а стартом для него стала именно работа с директором Харьковской муниципальной галереи Татьяной Тумасян. И вот уже 20 лет они не прекращают сотрудничество. Моя карьера вообще начиналась с нон-стопа, с незапамятных времен. И вообще я ходил в муниципалку, когда еще был совсем маленький и все. То есть, в принципе, 20 лет, ну вот 20 лет мы знакомы и работаем вместе. Когда я подрос, мне уже было лет 20, я уже начал активно сотрудничать с муниципальной галереей. Поддержка современного молодежного искусства – ключевой принцип политики галереи. А начиналась все еще в 90-х, с идеей создать свободное арт-пространство западного образца, рассказывает Татьяна Тумасян. Побывав на стажировке в выставочном центре небольшого американского города, она решила, что такая же площадка необходима и Харькову. И в 96-м году по ее инициативе была открыта одна из первых в Украине галерей муниципального статуса. Вход в нее абсолютно бесплатный, а выставить здесь свои работы могут многие молодые мастера, благодаря фестивалям и обучающим проектам, организованным руководством галереи. Я завсегдата из всех проектов и заинтересовалась нон-стопом, фестивалем молодежного искусства. Подала заявку, прошла. В этом году я выставлялась в рамках нон-стопа проект в арт-подвале муниципальной галереи. С тех пор и как-то привязалась к ним. Надеюсь, что они ко мне тоже. Директор галереи признается, что одной из ее задач было доказать, Киев не единственный город Украины, где молодые художники могут реализовать свои творческие амбиции. Изменилось, конечно же, многое. Какие-то мы заработали заслуги, премии, разные рейтинги, в которых по-прежнему это наша, конечно, гордость. Мы занимаем лидирующие позиции. Почему это важно? Потому что зачастую в этих рейтингах, помимо нас, все остальные галереи столичные. А вот представители не киевских галерей очень часто бываем только мы одни. Это, конечно, повод для гордости и уверенности в силе не только галереи ее менеджмента, а в силе и в ресурсах, и в потенциях харьковского искусства, харьковских художников. За 20 лет работы Харьковская муниципальная галерея стала одной из главных творческих площадок Украины и вывела Харьков на международную арт-арену. Александра Кучегурная, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости. На выходных в Украине незначительно потеплеет, прогнозируют синоптики. В субботу небольшой мороз возможен лишь на востоке. Страны в остальных областях ожидается до плюс двух. На юге в субботу местами столбик термометра может подняться до 8 градусов тепла. В воскресенье температура от 5 до 8 градусов выше нуля. И сильные дожди местами с мухрым снегом ожидаются по всей стране. А вот с началом недели в Украине будут возвращаться холода. В Харькове осадки ожидаются в воскресенье. В субботу 26 ноября синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду. Ночью будет от одного до двух мороза. Дневная температура составит от двух мороза до одного тепла. В воскресенье 27 ноября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до плюс четырех. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА